Здарова, Ютуб, здарова, Дзен, с вами Джон, он же Пусть Погорят 312, сегодня в этом ролике мы узнаем, починят ли серваки Банджи, что происходит с хранилищем Стража 312 и куда делась вебка, все это будет разобрано в ближайшие пары минут, не пропустите, оставайтесь с нами. Ну что, народ, к сожалению, новой инфы из твиттера Банджи пока что нету, то есть, за исключением сообщения, которое они сделали во вторник еще, то что, знаете, тут у нас сервакам плохо, из-за этого вы играть не можете, из-за этого вы можете выходить из соседательной игры без последствий, из-за испытаний Осири, тоже, и в обычном пвп вам не поиграть толком, то есть, казалось всем, что это происходит из-за поломанного крафта, ну из-за поломанных крафтовых пушек, но Банджи такие сказали, нет, ребят, это дудос, хотите верьте, хотите нет, в общем, да, то что они до этого делали заявление, ну разработчики наши любимые у себя в твиттере, то что, вот знаете, тут мы обычно такие вещи не сообщаем, но это происходит из-за того, что наши серваки поддвигаются, масштабные атаки со стороны хацкеров, так что, ну, мы решили свою табу нарушить, вам об этом сообщить, чтобы быть с вами честными и все такое, в общем, мы такие классные и так далее, ну, типа, окей, то есть, у нас техобслуживание на фоне проходило в субботу еще, даже, по-моему, в воскресенье, короче, я уже запутался, какой сегодня день, ну, то есть, сейчас вот ночь с воскресенья на понедельник, и где-то примерно 20 часов назад Банджи выпустили у себя в твиттере объявление о том, что будет проходить фоновое техобслуживание, и никаких перебоев не ожидается, ну, в общем, вы поняли. Дальше тут у нас было сообщение о том, что техобслуживание закончилось, это где-то было примерно 16 часов назад, ну, и, в принципе, на этом все. То есть, сейчас вот на все выходные, в принципе, что происходило у нас в испытаниях Осириса, что происходило по ОП, что происходило вообще в целом игре, люди не могли нормально поиграть, у людей были проблемы с мобами, у людей были проблемы с раундами в испытаниях, проблемы с раундами в состязательной игре, то есть до сих пор вот всех вот выкидывают, Я вот сейчас попробовал зайти в контроль чисто для того, чтобы сделать контракты, но я в поиске где-то провисел час-полтора, нас запускало в катку там, как бы сказать, в количестве 2-3 человека, в принципе, и мы играли там 3 на 1, 2 на 2 и так далее, в общем, было весело, нет. Соответственно, я на это дело плюнул и решил залететь на башню, и тут начинается основная тема моего видео, потому что хотите верить, хотите нет, но сломанный крафт, поломанные серваки, вот лично для меня все это ерунда по сравнению с моей личной персональной трагедией. Субтитры сделал DimaTorzok Первую часть, ладно, в принципе, вам для этого первую часть играть было не обязательно, достаточно было играть только во вторую. Короче, у нас в первом году Destiny 2 была возможность ролить пушки с разным типом урона, с электрическим, с пустотным, с солнечным и так далее. Соответственно, те, кто смотрит мои стримы, ну или те, кто хотя бы раз видел мое хранилище, у них возникала сперва мысль, почему он его не чистит, а вторая мысль у них возникала, почему у него так много сансетутых пушек старых и шмоток. Так вот, докладываю. Хранил я кучу своих стволов из-за того, что они были уникальными в некотором роде, их больше уже нельзя было достать и можно было перед новичками им пофлексить. То есть у меня, к примеру, был не просто, к примеру, не просто у меня была, к примеру, пустотная нергаль, импульсная винтовка 450, но была, к примеру, еще электрическая и солнечная. Но мат же сделали так, точнее, поломанный крафт сделал так, что они, видимо, решили все это дело поменять. Таким вот образом, то, что у меня все мои пушки с разными типами урона стали идентичными. То есть, если у меня до этого был подарок урила солнечный или пустотный, да, то они все отправились в мусорку автоматически. А мой пустотный, сука, и тел первой версии тоже стал резко электрическим, как и обычной версии 1.03. То есть, просто половину моего хранилища банджи отправили в мусорку. Ну, в смысле, как бы сказать, да, я понимаю то, что многие сейчас на это смотрят и крутят у виска, типа, Джон, ну, ты этими пушками, скорее всего, никогда не будешь пользоваться и так далее. Я, в принципе, отчасти с вами согласен. Многие пушки я храню исключительно как трофеи, что вы просто такое, типа, знаете, потереть там свою бороду лет через 10 и сказать, вот, новичкам, которые только начали играть в игру и которые эти пушки не застали. А вы знаете, когда-то у нас в игре был пустотный икел, и все такие, да, да, я такой, да, мы такое время застали, да, и тут банджи такие выходят и говорят мне, а знаешь что, а иди нафиг. Вот та коллекция, которая была нетронута, незыблема, как в Швейцарии, и тайминг идеальный меня выкидывает на орбиту. Знаешь что, все это пошло нафиг, потому что у нас крафтовые пушки сломались, поэтому мы делаем так, что пушки нельзя теперь переделывать, соответственно, гуляй, Вася, можешь их удалять. Не, на самом деле, я дождусь, я дождусь, может быть, когда вся эта ситуация с крафтом, с ломающимися рваками уляжется, может быть, они откатят как было, но скорее всего нет. Просто у меня тут двоек ощущения, с одной стороны, я смогу целую кучу слотов в своем хранилище освободить, потому что все эти пушки, которые сейчас у меня валяются в хранилище, можно достать из коллекции, да, ну, те варианты, которые там лежат. Ну, к примеру, тот же самый, где он тут у меня? Блин, у меня аж даже ОБС заглючил, ну, вы поняли, масштаб трагедии. Да, вот подарок Урила, у меня его электрический лежит в хранилище, он точно такой же у меня лежит в коллекции, так что, соответственно, я могу и не париться, и удалить все это дело, получить легендарные осколки, которые тоже потом рассыпятся в труху и так далее. Но, блин, вот мне нравится то, что вот лежали мои пушки, никого, сука, не трогали на протяжении, сука, шести лет, и банджи такие выходят и говорят, а знаешь что, нам плевать, отправляется это все на помойку нафиг, спасибо, удружили. Ой, сука, как же мне больно. Ну, в общем, надеюсь, сервакам станет хорошо, можно будет поиграть. У нас были феерические выходные, которые мы провели в состязательной игре, со стрим-снайперами, с щитерами, с ксимерами и так далее, да, но... Все это меркнет по сравнению с тем, что, сука, банджи сделали с моим хранилищем. Как же у меня горит, я даже сегодня стрим не подрубал, я просто тупо переспал с этой мыслью. Я даже вебку не стал подрубать, мне лень, я в трусах щезу. Короче, если разработчики не напрягаются, нафига я должен? Короче, ладно, сегодня мы отдыхаем, завтра будет стрим, подумаем, что делать, может быть, если народ будет, соберемся... Кроту закроем пару раз, может быть, даже испытания на мастере пройдем, было бы неплохо. Ну, если кто захочет, заходите на стрим, ну, те, кто закрывал рейд хотя бы раз 5, у кого есть уровень сил 18-20, надеюсь, затащим. Ну, а пока что, спасибо всем за просмотр, если какие-то новости появятся, я вас подержу в курсе. Всем спасибо, всем пока, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok